В Новополоцке, который становится похожей белорусской биатлонной столицей, есть училище Олимпийского резерва, побывав в котором наш корреспондент Павел Капуцкий убедился, нам будет на кого рассчитывать и после игр в Южной Корее. Январь 2014-го. Наша женская команда становится второй на этапе Кубка планеты в немецком Рупольдинге. Февраль 15-го. Белорусские девушки побеждают в эстафетной гонке на домашнем чемпионате мира. Белливые, замечательные, красивые лица. И, наконец, март 2016-го. Белорус выигрывает два золота на юниорском чемпионате Европы в Словении. Что общего у этих медалей? А то, что во всех гонках участвовали воспитанники Новополоцкого училища Олимпийского резерва Анна Соло, Ирина и Виктор Кривко. Здесь тренеры в буквальном смысле стоят над спортсменами. В училище культивируются семь видов спорта, но биатлон в приоритете. Все, каждый выстрел в один из его стреляет. Это Лешка. Сергей Некрасов с этого сезона будет работать в штабе мужской сборной Белоруссии. Именно в Новополоцке он состоялся как тренер. Наблюдать за ними, беречь, как говорится. Потому что не так много у нас талантливой молодежи, чтобы нам разбрасываться ими, чтобы не приглашать людей с России или еще откуда-то. Не зря здесь строят, расширяют. Думаю, вот откуда и будут выходить именно в национальную команду. Так это, наверное, отсюда. Современная трасса, стрельбище, на котором после установки прожекторов можно тренироваться даже в темное время суток и вообще вся инфраструктура для того, чтобы жить, учиться, тренироваться. Мы с вами зашли в общежитие, где проживают наши дети, в том числе и учащиеся отделение биатлона. Я вам покажу комнату, где в то время, когда обучался в нашем училище Виктор Кривко, двукратный чемпион Европы, вот он вместе с ребятами проживал в этой комнате. В 2002-м училище получило базу бывшей военной части. 22 здания, 27 гектаров земли. Общежитие – это бывший штаб, одна из казарм стала учебным корпусом. Благоприятное место. Это недалеко от города в 10 километрах. Плюс здесь хорошая природа, природные озера. У нас вокруг училища 4 или 5 озер в комплексе. Есть рельеф, не уступающий по сложности, не раубичный, но не сильно и уступающий. Лично от спортсменов все зависит. Условия хорошие, все для них сделано. Это идет уже от собственной мотивации. Так хорошо было не всегда. Пока на трассе не уложили хороший асфальт, приходилось искать альтернативу на время, когда нет снега. Машина, лежачий полицейский проезжает легко. Другое дело – лыжероллеры. Несколько лет назад тренеры искали для спортсменов хороший асфальт, и он был в поселке Междуречье. Но вот местные жители оказались против таких тренировок. Катались между домами в этом коттеджном поселке, но потом, наверное, не стало нравиться жителям, что постоянно мы там катаемся. И там уже очень много положили этих лежачих полицейских, что стало уже невозможно проводить там тренировки. Детей с лыжероллерами практически выгнали тренироваться на трассу. Сергея Некрасова из-за жалобы водителя однажды оштрафовали. На что только не пойдешь, чтобы найти алмаз и сделать из него бриллиант. Народу там много, везде, в каждом училище. А занимающихся даже в детской спортивной школе их не хватает. И не хватает талантливой такой молодежи, предрасположенной именно к выносливости. Основное время финансирования, конечно, ложится на городской бюджет. Когда есть команда единомышленников, когда есть талант тренеров и хорошие управленцы, а главное, талантливые ребята, которые хотят и любят заниматься этим биатлоном, которые показывают достойные результаты, то, конечно же, и местная власть пойдет на полную поддержку этого вида спорта и училища Олимпийского резерва. В прошлом году на Новополоцкой базе сбор проходила юношеская команда Японии. В августе они вернутся в расширенном составе. Также в этом году в Новополоцке возможно появление китайских биатлонистов. На базе училища создана экспериментальная группа наиболее перспективных белорусских спортсменов. Четыре парня и три девушки прошли серьезный отбор. Задачи наши были поставлены руководством такие, чтобы мы подготовили резерв для национальной команды. Как бы в будущем замена наших ведущих спортсменов на последующие, после Олимпийских игр в Пьянчанге, там последующий их рост. Несколько тренажеров в свой приезд в прошлом году осенью нам презентовала Дарья Домрачева. Дети их используют очень хорошо, интенсивно. Она показала упражнения на данных тренажерах. Ну и, соответственно, дети теперь очень только такие тренажеры, которые подарила Даша Домрачева. Она и в музее, и на плакатах. Дарья Домрачева просто идеальный образец и для юных спортсменов, и для тренеров. Мы постоянно находимся в таком поиске. Вот, я думаю, когда-то мы найдем новую Домрачеву. В главном эфире Павел Капуцкий и Максим Кураш. Спасибо большое.